Квартиру семьи Аюшевых наконец вернулась цивилизация. Свет подключили, но только благодаря вмешательству главы города. Самарцы, отчаявшись сами найти управленную управляющую компанию, написали Елене Лапушкиной в твиттер. Реакция последовала незамедлительно. А ведь еще неделю назад никто не знал, что у этой истории будет счастливый финал. Вот так и живем. Ходим с фонарями. Без электроэнергии семья жива месяц. Признают, сами, конечно, виноваты. Накопили долгов за коммунальные услуги на 40 тысяч рублей, но свет отключили без предупреждения, хотя по закону обязаны были уведомить за 30 дней. Мы не отказываемся платить, поэтому будем оплачивать, долг весь погасим. В будущем, естественно, будем стараться вовремя все оплачивать, потому что мы поняли, что даже если это незаконно, все равно без света мы больше месяца не можем находиться. Долг за свет в 6 тысяч рублей Аюшевы оплатили сразу, но электроэнергия в квартиру все равно не вернулась. Весь этот месяц было непонятно, кто же вообще ее отключил. Старшая по подъезду Надежда Буянова уверена, это сделали сотрудники управляющей компании. Если бы я говорю чужой человек, я бы никого не открыла. Но так как представитель жил был, открыла, ключ забрала, они за счет, ну и ушли. Что они тут делали, я не знаю, потому что я не стояла над душой. Потом посмотрела, замок закрыт. А это уж мы потом с соседом, приходил снизу сосед и увидели, что там перерезан провод. Но в управляющей компании заявили, что не имеют к этому отношения. Как так получилось, я не могу сказать. Для того, чтобы это выяснить, нужно выйти на место. А для того, чтобы выйти на место, квартиросъемщику или собственнику необходимо оплатить квартплату, для того, чтобы мы выполнили свою работу, как положено. Мы свет не выключаем. У меня электриков даже нет, чтобы я выключила свет. Если вы конкретно ко мне предъявляете претензии. Она сказала, что свет она включать нам не будет, что распечатала при нас акт об выключении света, то есть задним числом. Мы этот акт видели, то есть я лично его видела. Она положила его на стол, мы ей сказали, что мы не будем подписывать акт. Но она нам тогда ответила, что я с вами разговаривать больше не буду. Мы недавно, месяц назад потеряли ребенка. Я лежала в больнице, у нас умер ребенок второй. И мы пришли объяснить ей, то есть я ей хотела предоставить документы с больницы, что вот так случилось, что просто пойдите к нам на встречу, что у нас по свету долгов нет. У нас был по свету долг, но мы его оплатили. Как поясняют эксперты, отключать ресурсы при любых задолженностях сейчас никто не имеет права. Правительство Российской Федерации приняло такое постановление из-за пандемии коронавируса. С 6 апреля по 1 января приостановили и начисление пени по задолженности. Хотя это не снимает, конечно, ответственности с людей платить по счетам вовремя. После 1 января управляющая компания либо ресурсоснабжающая организация будет иметь право выставить все то, что произошло до 1 января, 6 апреля. Я надеюсь, что этого не случится. Почему? Потому что мы ждем поправки в это постановление. Я надеюсь, что правительство Российской Федерации все-таки окончательно уберет эти штрафы и пения с 6 апреля по 1 января 2021 года. Но на сегодня пока вот так вот с точки зрения юристов. В случае, если управляющая компания отказывается подключить ресурс, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Там рассмотрят обращение в течение трех дней. После проведут проверку и выпишут предписание об устранении нарушения. Если управляющая организация его проигнорирует, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей. Елена Малютина, Максим Гусев. События.